Мне было 25 лет, он меня кормил с ложечки супом. Да ладно? Да. Мне не хватает конкретно папы. Ты рушишь вообще всю психологию к чертям собачьим. Надо было добиться, что ли, мужчину. А потом мне перестало быть интересен. Я выбирала мужчин. Звучит даже по-мужски? Да. Ну, не будем, не будем. Ты как женский пикапер вообще. Пиши книжку. Я прям помню, я сижу в ужасе. Я говорю, в смысле? Я говорю, ты что, сумасшедший, что ли? Любой мужчина будет проигрывать с твоим папой. Здравствуйте, прелестники и прелестницы. С вами я, ваш психолог Светлана Прель. А в гостях у меня очаровательная актриса Карина Мишулина. Она же еще и дочка легендарного актера Спартака Мишулина. Скажи, кореша, пожалуйста, такой сразу тебе вопрос. Ты родилась в полной семье, в любви. Вот как так сложилось? Мы психологи сетуем на то, что если не в полной семье, то, как правило, модель семьи повторишь. И вряд ли создашь счастливый брак. А ты росла в полной семье. И у тебя не первый раз не получилось создать семью полноценную. Не второй раз. Сейчас ты третий раз замужем, но детей нет. Вот как так? Ты рушишь вообще всю психологию к чертям собачьим. Дети есть, просто нет крайнего брака или последнего, надеюсь. Ну да, я понимаю. Ну, дело в том, что как бы я так думаю, что моя любовь к папе была настолько сильная. У нас были очень близкие отношения, в хорошем смысле, естественно, как у отца с дочерью. И, видимо, вот этот комплекс электро, если про него говорить, он начал меня преследовать в моей взрослой жизни. Я начала искать второго папу. Поэтому мои избранники были намного старше меня, потому что папа мой был поздно родящий, так скажем. Я родилась, ему было 54 года, когда я родилась. И, соответственно, мне казалось, что если мужчина намного старше, чем-то будет схож с моим папой, то будет несчастье. Но оказалось, что совсем все не так. И понимаю, что, к сожалению, это с годами, что хорошо это или плохо, но второго такого, как папа, нету. Просто потому, что каждый из нас личность, индивидуален, да, и так далее. И гоняться, конечно, за иллюзией какой-то любви и желания видеть в человеке то, чего в нем на самом деле нету, это очень плохо. И это не принесет счастья ни тебе, ни ему, ни, собственно, детям, которые будут рождены в этом браке, что, собственно, у меня и произошло. Первый брак случился, так скажем, совсем по молодости и глупости. Ну, он всегда пробный, это понятно. Такой, да, то есть, честно говоря, просто человек покорил, наверное, каким-то своим там заботой, ухаживанием, такой действительно отеческим, да, каким-то, какой-то заботой отеческой. Но он этим был на отца похож, да, тем, что такой заботой? Ну, условно, внешне нет, то есть, внешне у меня совершенно другой типаж, у меня все мужчины светленькие, то есть, если папа был такой темненький, то мне, наоборот, нравятся глубоглазые, там, зеленоглазые, вот, наверное, потому что я сама брюнетка по рождению. Вот, внешне нет, не был похож, но по заботе, по отношению, по какому-то, так скажем, плюс он был старше на 15 лет, вот, и как мне казалось, уже такой, в общем, мудрый, взрослый. Но, к сожалению, выяснилось все совершенно не так, не могу ничего сказать плохого конкретно про первого мужа, потому что, ну, зла, в общем, он не принес. Просто не сошлись характерами, и плюс, как выяснилось, и, кстати, моя мама была очень мудра, когда я его увидела, первое, что она сказала, Карина, он очень глупый. На что я помню, я встала в позу и говорила, ах, вот, тебе нужен там миллионер, вот вы не хотите, он просто обычный, небогатый человек. А папа тоже был против, нет? Да, но папа был более такой человек, он настолько боялся, что я уйду из семьи, что маме он сказал так, это я узнала уже гораздо позже, он сказал, Валя, какой бы он ни был, давай терпеть, только чтобы Каринка не ушла, пусть жил с нами. Вот какая интересная позиция, то есть он к себе действительно был сильно привязан. Да, и мы действительно жили с родителями, вот, да, он ему не нравился, но папа, опять же, был и коммуникабельным, он всегда, как сказать, он любил людей. Любил. И он всегда пытался найти что-то хорошее в людях, и, в общем, даже с ним... А папе чем он не угодил? Для мамы он был глуп, а для папы? Ну, я думаю, что, нет, я не думаю, что это прям ревность именно отцовская. Я думаю, что они действительно мудрые, плюс, наверное, сейчас уже став сама мамой, я понимаю, что порой мы видим то, чего дети просто могут действительно не видеть в силу не имени опыта, да, или там иллюзии розовых очков. Папе он не нравился, я так думаю, что человек в то время уже почти сорокалетний, ничего, по сути, не добился в жизни, и дело, наверное, даже не столько в деньгах, сколько... Хотя и в этом тоже, образно, некуда ему было меня не привести, не на что было содержать. Ну, да, мне бы это тоже не понравилось. Ну, наверное, да, как мужчине, который всю жизнь обеспечивает семью, наверное, это не очень нравится. Ну, как-то интересно, вычленяешь сама в любви и в заботе, и берешь мужчину, ладно, старше, я понимаю, да, с чем это связано, папа, там, у тебя такой возрастной, скажем так, на 10 слов не обидно, и это я могу понять, но то, что заботливый, и именно это ты цепанула, да, в своем рассказе, может быть, все-таки это заботы и любви, где эти весы, да, что мы скажем, этого достаточно, может быть, и ты из тех детей, сколько вот... А надо еще больше любви и заботы, а надо доказывать каждый день, что меня любят. Может быть, ты к таким детям относишься? Ой, я не знаю, у меня, на самом деле, в силу того, что, как это ни странно, при полной семье, наверное, я больше папина дочка, и больше времени я проводила с папой, я в чем-то имею мужской характер, склад характера, у меня в основном друзья мужчины все, и они любят со мной дружить. Потому что, наверное, есть во мне вот эта грань и оболочки женской, ну и, понятно, каких-то там проявлений, как женщины, но в то же время я очень хорошо понимаю мужчину. И очень часто по юности я вела себя как мужчина, который, вот, как сказать, наверное, надо было добиться, что ли, мужчину. А потом мне перестало быть интересен. Вот у меня такое тоже очень часто было, да. То есть вот, например, я выбирала, я выбирала мужчин... Звучит даже по-мужски. Да. Которые изначально, может быть, даже не проявляли ко мне какой-то интерес именно как к женщине. Но в итоге заканчивалось все тем, что эти мужчины прям реально в меня влюблялись, а я уже не знала, куда от них деться. Это, конечно... Все покорен. Звучит ужасно. Да. И почему у них там такое есть? Ну, это все равно неправильно. Я, на самом деле, очень сейчас уже, пережив некоторые какие-то моменты, помудрев, так скажем, в чем-то, жалею. Ну, нельзя с людьми все-таки. Надо по-человечески, наверное. То есть нельзя ради собственного эгоизма или собственной какой-то сиюминутной страсти делать больно людям. Ну, а, во-первых, как ты понимаешь, что из этого чувства, что-то, вот из этой страсти, она перерастет в любовь или в какую-то неприязнь? Во-первых, ты это не знаешь. Ну, это естественно. А, во-вторых, я слышу в твоих словах, что если по-честному, а по-честному не всегда нравится, но если быть честной с собой, то обязательно почему-то приносишь боль другому человеку. И вот здесь ты либо себя в жертву бросаешь, либо другого. А вот интересно, в жизни может быть по-другому? Ты говоришь, я стала мудрее. Ты нашла этот компромисс, чтобы и нашим, и вашим? Наверное, нет, к сожалению. Главное, наверное, все-таки, вот как правильно ты говоришь, остаться честной самой с собой. И, то есть, единственное, что я знаю точно, я не желала, да, изначально зла. То есть я не то, что какая-то там корыстная девушка, которая искала жертву, да, и хотела над ним поиздеваться. Нет, я искренне была влюблена, там, пусть на два месяца, на полгода, неважно. Но, действительно, я была влюблена в этого мужчину и, может быть, даже думала, что это там навсегда. Потом, понятно, что проходило время, открывались глаза как-то. Плюс, наверное, все-таки есть безусловно во мне доля какой-то избалованности папой, естественно. Потому что мне было 25 лет, он меня кормил с ложечки супом. Да ладно? Да. Как это выглядело, интересно? Это в шутливой форме? Да нет, я просто садилась к нему на коленки. Как это мило. Он меня кормил супом, да, и, собственно, образно, да, вот во всем оно было так. То есть я была прям вот такой маленькой девочкой до его смерти. И, в общем, когда он ушел, конечно, для меня это была просто страшная трагедия. Но вот все 25 лет, что мы прожили с ним вместе, и это вот было так, то есть во всем. А тебе этого не хватает, чтобы посидеть у кого-то на коленочках, чтобы тебя супчиком покормили? У кого-то нет, мне не хватает конкретно папы. Вот чтобы это было от папы. У меня сейчас муж, слава богу, так все совпало, и мама его обожает. Это первый мужчина вообще, которого она просто обожает. И совпал менталитет, совпало отношение к жизни, какое-то воспитание. Он полюбил моих детей как родных. Это вообще ценно. Более того, они, то есть младшая вообще не знает родного отца, и как бы для нее это папа. И, как сказать, у нас пока единственная проблема документальная, потому что она каждый раз рыдает, если называют ее отчество. Она не понимает, почему она владеет. То есть для нее это болезненная тема? Очень. Я просто когда начала выяснять, как можно это все изменить, оказывается, это все очень сложно, и надо там водить по психологам, и надо ходить по опекам. А как ты объясняешь ей, что папа не общается? С чем это связано? Она его не знает. Ну, она и не спрашивает. У нее вот папа Ваня. То есть, когда тот человек, мы разошлись, ей было два годика. Она его не помнит. Но раз про отчество понимает, что это что-то не соответствует, какие-то вопросы задает? Нет, не задает. Просто не понимает, почему она подруга? Ну, может быть, 9 лет, может быть, она что-то там и понимает. Наверное, не хочет, может быть, на эту тему говорить. А я стараюсь, как бы, да, зачем? Если спросить, конечно... А расставалась жестко с первым мужем? А с первым нет. С первым все как-то само сошло на нет. То есть, в какой-то момент я поняла, что так больше жить нельзя, как соседи. Хотя он, я так думаю, не хотел разводиться. Вот, но просто я, как бы, ему дала время найти какое-то жилье, чтобы, в общем, ну, человека на улицу не выгонять. И все. То есть, мы начали жить в разных комнатах. Ну, как бы, оно так все вот сошло на нет. Да, мы единственное, к сожалению, потом продолжали работать в одном театре еще несколько лет. И вот, когда у меня появился второй муж в том же театре... Как скоро? Через полгода, наверное. Вот, то все, тут начались проблемы. Пошла какая-то вот у них вот это бодание мужское. Пошла какая-то вот эта ревность. Да, ребенок, который ему был до этого не нужен, вдруг стал нужен. Так часто и бывает. При том, что стал нужен... Не нужен. А я просто начала замечать, я привожу, допустим, Кристину. Первый вопрос, во сколько ты ее заберешь? Думаю, ну ладно, мало ли, может, так занят человек, что вот выделил там пару часов. Потом Кристину спрашиваю, что вы делали? Она говорит, я сидела за компьютером. А папа? А папа куда-то уходил. Я говорю, в смысле? То есть он тебя в чужой квартире одну оставил? Ну да. Но в какой-то момент я ему говорю, Олег, ну это как бы ненормально. Ей там пять лет, ну не дай бог, что случится. Это чужая квартира. Так нельзя. То есть не хочешь общаться, я не навязываю. Как бы это твой выбор. Ну и в итоге где-то сколько там они, может быть, вот так год это подлилось, что там раз в неделю я привозила. И потом все сошло на нет. То есть они перестали общаться. А во втором супруге что привлекло? Что было от папы? Ну, старше на 26 лет. Ты уже возрастала. И мама до сих пор смеется, когда я говорю, что меня привлекло. Меня привлекло, когда мы ехали на гастроли, он начал петь и играть на гитаре. Твой папа играл на гитаре? Ну, папа играл на гитаре, но не так, как этот человек. Но вот что-то, видимо... Он играл так на гитаре, как ты хотел бы, чтобы играл папа? Ну, наверное, да. Наверное. Но здесь как-то совпало, наверное, эта романтика, гастроли, вот этот поезд. И вдруг ты поняла «люблю», да? Ну, нет, наверное, сразу прям «люблю» не могу сказать. То есть какое-то возникло влечение. Я чувствовала с его стороны тоже симпатию к себе. И плюс он был очень... Я даже как бы думала, что посвятить ему песню Аллы Пугачевой про айсберг. Потому что он был очень жесткий. И очень непробиваемый человек, который образно не подпускает. Вот что тебя заинтересовало. Жертва потенциальная, которая еще пока непонятна, как ее сделать жертвой. Вот, потому что он вроде бы как уйдет на какой-то контакт. И вроде как все хорошо. Но дальше нет. И что там дальше? Оно, естественно... Как же ты пробился к сердечку? А вот не знаю даже. Как-то оно все сколько... Где-то год вот так мы с ним общались. Даже был момент, мы там расставались. И потом опять... Он причем первый. То есть я начала себя как вести. Если изначально я ему показывала, что он мне нравится. И как бы мне там с ним комфортно существовать. То когда он как бы решил типа все это закончить, я сказала, да, окей, хорошо. И все, я перестала для меня существовать. То есть я повелась опять же как мужчина, наверное. Да, потому что в этот момент женщина что обычно делает? Начинает названивать, страдать, рыдать. А у тебя с сочностью наборит. А я более того, увидев, что еще один артист в мною влекся, у нас не было отношений никаких, у нас была дружба. Но он как бы неоднократно мне говорил, что я ему нравлюсь. То есть там не было симпатии с моей стороны. Но демонстративно я делала вид, как будто у нас что-то есть. Я там просто, заходя в гримерку, увидя, что мой будущий муж второй сидит, я могла обнять этого человека, там, щечку поцеловать, хихиха-ха-ха. Называть ревность, показывать, что ты можешь и другие мужчины вообще на тебя. Могут как-то со мной общаться. Но самое интересное, что потом это мне надоело. То есть это полгода длилось. В феврале как бы вот он типа все, давай не будем. Ну, не будем, не будем. Ты как бы женский пикапер вообще. Пиши книжку. А то мужики вам написали целые курсы какие-то, атакуют нас, бедных. А в июне вдруг он сам просто ни с того ни с сего. Был день рождения у нашего коллеги. Он ко мне подходит, что-то начинает со мной заигрывать. Потом говорит, слушай, мне тут для кино надо на машине научиться. Можешь меня научить, типа, ездить? Я так, значит, думаю, что это он, значит, вдруг. И вот так, вот так он начал, значит, сначала я просто приехала, поводила, значит, с ним машину и честно уехала, хотя он борщом меня заманивал к себе, значит. В итоге, нет, я вот в тот день не поехала, уехала домой и улетела отдыхать с подругой. Не сказала я ему. То есть, ну, просто у меня отпуск в театре, я просто улетела. Когда я вернулась, я не поверила сама себе, потому что мама говорит, Карин, некий Владимир звонил раз по 10 в день. А ты же мне не сказала, что, ну, то есть ты мне не дала разрешение говорить, где ты? Я ей вру, типа, ее нету, она там, не знаю, в душе, она спит, а он все звонит и звонит. Я такая про себя думала. Ну, это тоже подогревает интерес, конечно. Он, думаю, ничего себе, вот этот вот холодный, скажем, да, человек вдруг звонит. Ну, и в итоге я ему пишу, мол, что хотел, я вернулась, была на отдыхе, и он говорит, я тебе песню написала. Как романтично. Да. И я, значит, он мне поет в телефон эту песню, ну, и в итоге, короче, как-то вот все после песни-то и закрутилось. А чем не угодил он? Ой, оказалось, что очень он нехороший человек, подлый. Редиска, да? Да, ну, во-первых, начнем с того, что он как-то так влез в мое доверие, доверие моей мамы, хотя она, он ей не нравился именно, ну, как-то она сразу сказала, что он неискренный. Твоя мама какой-то прям, ну, все-таки в органах надрогает. Наверное, наверное. Этот тупой, этот неискренный. Да, да, да. Вот, так и оказалось. В итоге он добился того, что я его прописала, сделал ему гражданство. Собственно, видимо, что ему было и нужно. Как я понимаю. Борщи прекратились? Борщи, естественно, прекратились. Он переехал к нам. Родилась дочь. Как потом я выяснила, к сожалению, он очень плохо относился к моей старшей дочери. И делал это из-под тяжка и незаметно. Ой, не замечала, да? И она не говорила тебе ничего. Ну, она маленькая, ей было, сейчас скажу, сколько лет, пять, наверное, когда мы сошли. Ой, это самое страшное, конечно. Да, то есть первый звоночек для меня был, когда вдруг он мне говорит. Ой, ты знаешь, у тебя такой тяжелый ребенок, может быть, мы ее в интернат отдадим? Я прям помню, я сижу в ужасе. Я говорю, в смысле? Я говорю, ты что, сумасшедший, что ли? Ты что говоришь-то? Ой, ты с ней намучаешься? Это значит вообще там и так далее. А самое страшное, что она же была маленькая, и она изначально к нему была очень открыта. И он сделал все, что она настолько замкнулась. То есть, допустим, она бежит к нему, а он прям уйди, я устал, отойди. Ну, как бы, да, ее откидывал. И в какой-то момент она реально замкнулась. Потом, когда родилась Полина, он начал как бы уйди, там, не дыши на нее, там, ты заразишь, там, ты тот, ты все. Понятно, я, естественно, пыталась как-то, там, и ругалась очень часто, да, с ним из-за этого. И пыталась как-то бороться, чтобы он, в общем, этого не делал. Вот. И дальше он начинает уже просто хамить, наглеть уже с мамой моей, начинает прям по-хамски разговаривать. Как будто мы там все должны... В общем, человек превратился вообще в ничто другое. Просто в монстра. Монстра. Более того, когда я была беременна, он меня доводил, у меня было несколько срывов. Он просто типа обижался на какую-то ерунду и просто уходил вообще из дома, хлопая там калиткой. И я помню, я с этим пузом, там, бегу, рыдаю, там, за ним. А вот как твой папа реагировал на то, что он видел, как его любимица страдает? А папы, к сожалению, уже не было в это время. А вот первый супруг же тоже, наверное, какие-то стандалы были на вашем году? Они же все очень хитренькие, да. Ну, то есть первые, так скажем, неурядицы начались с первым мужем после смерти папы. Ну, второй вообще пришел, когда уже папы не было. То есть отец все-таки такой сдерживающий фактор был, да? Конечно, конечно. Ну, во-первых, я думаю, что они бы не позволили при папе так себя вести, естественно. Ну, и папа чутко очень, конечно, относился. Ну, что получается, идеальный папа, который безмерно любит свою дочь, может быть, ключевое слово безмерно, это тоже некое такое, знаешь, как сказать, и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что ты в детстве купаешься в этой любви, и плохо, потому что найти такого идеального мужчину, это практически невозможно. Любой мужчина будет проигрывать с твоим папой. Да, естественно, конечно. Но в этом есть, наверное, как сказать, я не могу его осуждать, да, за это, потому что он настолько был искренен в своей любви, это и настолько он хотел. Но он по-другому не мог, он не мог, да, он любит и все. Как он мог там? Чуть-чуть любить или недолюбить? Ну, то есть единственное, что, наверное, он должен был понимать, к сожалению, что он не вечный, это что все-таки, да, он поздно меня родил, и, конечно, как сказать, не... То есть я никогда не стыдилась там, никогда там бывало, что там это твой дедушка, допустим, да, говорили. Да, вот, кстати, эти вопросы. Наоборот, я всегда, это мой папа. Мне, наоборот, казалось неким, когда у подруг папам там 45 лет. Ну, когда я выросла, да, там, допустим, в институте мне 18, там, сколько твоему папе лет? Там 45, сколько? Он же мальчишка. То есть для меня вообще, я не понимала, как это возможно. То есть для меня норма была, когда вот папе там 50, 60, так далее. А у нее с мамой большая разница? 19 лет. А, тоже большая. Ну, мама у меня в 34 тоже родила, то есть как тоже не рано. Вот, но папа не был, он был молодым в душе. То есть он мне даже иногда казалось, что мама старше. То есть папа мог отыграть спектакль, прийти домой, сказать, девчонки, собирайтесь, едем в ресторан, там, гульбани, там, дом кино, куда-нибудь и так далее. Вот такая зажигалка, да? То есть он, да. Скажи, вот Карлсон часто говорит, малыш, давай пошалим. А вот такая самая большая запоминающаяся шалость твоего папы можешь вспомнить? Ну, да, наверное, как сказать, он был при том, что очень похож на Карлсона, именно своей наивностью, добротой, открытостью, за которую, как и я, кстати, тоже получала очень часто в жизни, наивностью, да, верой в людей. Тем не менее, он не был уж таким прям хулиганом и, ну, веселым был человеком душой компании, но вот, как сказать, как вот, наверное, многие его, там, после кабачка, да, там, 13 улев привыкли видеть. Таким прям уж совсем не был, то есть он мог быть и замкнутым, да, мог быть и в плохом настроении, там, так далее, естественно, не чуждо. Да, но из шалости, ну, я знаю, что вот часто они любили, мама, правда, на него все время ругалась, он там мог звонить по телефону, всякие там глупти, да, говорить. А для меня самый такой был, наверное, ну, не смешной, но хулиганистый розыгрыш, просто учитывая, что за всю свою жизнь я не слышала, у нас не было ссор, да, скандалов, ну, не было. То есть я никогда не видела мам плачущей, видела, наоборот, папу, допустим, мама задерживается там где-нибудь, и он как волк просто, Карина, Карина, а где она, я не понимаю, где так можно только быть? Или беспокоился больше? Беспокоился, беспокоился. Я там, пап, ну, она там в магазине, что можно так долго делать в магазине? И вот только ключ поворачивается, я всегда поражалась. Вот он мог сидеть там, не знаю, такой со своим накачиванием, то есть у него мастер спорта по боксу, да, то есть такой веселый, брутал. Да, мастер спорта по боксу. Да, такой накачанный, все сидит, прям такой мужик, только дверь открывается, и прям такой, Валюшка моя пришла. Кстати, он ее как, Валюшка? Валюшка моя, да. А она его как? Спорточок, кисонька, наверное. Кисонька? Да, да, да. Как мило. А тебя он как называл? Маленькая моя. Так ты маленькой осталась для него, да? Доченька любимая. Вот. Ой, я сейчас плакать начну. Ничего, плачет, хорошие слезы. Ну да. Вот, и, короче говоря, поскольку никогда не было ни скандалов, ничего, то вдруг я прихожу из института, мне лет 16, по-моему, было или 17, и садимся ужинать. Я так, ну, смотрю, какие-то они странные с мамой. Мама, значит, сидит, такая мама такая, типа, ты ничего не замечаешь? Я говорю, ой, ты что, покрасилась, постриглась, что-то такое, да, она, ну, как тебе, прическа? Я говорю, ну, круто, прикольно, он как-то коротковато, но, в принципе, вроде нормально. Сидим. И вдруг папа вскакивает, и что-то крича, вцепляется маме в волосы. А для меня это просто, там, за мои 17 лет, первый раз в жизни между ними конфликт. Я чуть ли не в слезы, я такая, папа, папа. И в этот момент он снимает с нее парик и начинает ржать. Говорю, ха-ха-ха-ха-ха-ха, а мама купила парик. И я говорю, папа, ты что? Шалом. Я говорю, ты вообще, мама смеется, они довольны и счастливы. Ой, какие молодцы. Вот я обожаю вот тогда вот так вот. У меня просто был шок, а папа такой, ты что, поверила? Я говорю, папа, ну, это так было, ну, понятно, он актер, да? То есть, значит, было прямо вот зло, прямо он что-то вцепляет. Ты там что-то так. Классно, классно. Оказывается, просто парик. Кореша, а были у вас семейные традиции, вот, которые надо обязательно соблюдать и все, ни в коем случае не нарушать? Ну, не знаю, насколько это традиция. До сих пор я также вбиваю это своим детям. У нас была, ну, данная традиция, звонить везде всегда, вот, образно. Раньше же не было мобильных. То есть, папа, допустим, если без нас, хотя, как правило, мы с ним ездили на гастроли и съемки, но если, допустим, он вот даже, допустим, прилетает вот в самую точку, где нету, там, не знаю, телефона, так он находил мэра города, приезжал туда и звонил, что все нормально, как у вас, там, так далее. Вот меня приучил. То есть, это забота друг о друге, чтобы не беспокоились, потому что в этом мире и так, по-моему, всяких тревог и невзгод, но друг друга не беспокоились. Он звонил, Валюш, я дошел, все нормально. Там, Валюш, спектакль кончился, я выхожу. И то же самое у меня сейчас. Скажи, а вот как бы ты охарактеризовала Карину с папой, какая она, и Карина, которая сейчас живет свою жизнь, проживает без папы? Что в ней поменялось? Ну, Карина с папой, наверное, это, как сказать, уверенная девочка. При этом, как сказать, он настолько как-то смог соблюсти грань вот этой избалованности и в то же время очень правильного воспитания. То есть, он смог добиться своим примером и какими-то нашими разговорами того, что я не выросла надменной, что я не выросла какой-то наглой, что для папы, например, знаете, я помню, когда я его уже не стала, я перелистывала его записную книжку. Вот мне кажется, это просто характеризует его, и слава богу, он передал это мне. У него список телефонов, значит, Сергей Шойгу мобильный, Владимир Жириновский мобильный, Сережа Сантехник мобильный, Вася осенизатор, то есть он не делил людей. У него мобильный Шойгу был рядом с осенизатором Васей, и вот это для меня самое ценное, наверное, потому что уж ту славу, известность, которую он имел, сейчас мало с чем сравниться, потому что сейчас слишком много стало и артистов, да, там и так далее. Тогда это было, ну, образно с ним, по улице было невозможно идти, просто невозможно. Но при этом он очень любил ходить там на какие-то эти черные рынки, или как они там называются, где вот эти блошины, обожал, и там все его, естественно, узнавали. И его любимая, я помню, мама его не могла заставить снять эту клетчатую рубашку, купленную на Салтыковском рынке, а для него казалось, что ничего круче нету. Это его пятерка, Жигули, который он не мог с ней расстаться, хотя там не покупал иномарки. И опять же, я говорю, вот это спасибо ему, что настолько меня воспиталось, что когда я пришла в театр свой первый, и он мне подарил Тойоту на 20 лет, так я три месяца парковалась у метро, потому что мне было стыдно, что актеры Роллтон кушают, а я на Тойоте. И пока я не влилась в коллектив, и люди меня не узнали, я на самом деле, то есть вот это я сейчас пытаюсь передать своим детям, и я безумно благодарна своему папе, что он вот просто, ну это мои ценности, да, это мое, это я, вот я такой человек, да, то есть, которая, как сказать, при том, что мое детство было безоблачным и, так скажем, недефицитным, да, потому что у нас всегда все было, даже в самые тяжелые времена, никогда это не выпячивалось, никогда я не считала себя круче других. Я видела, как папе достается каждая копейка, каким потом и кровью, и мне всегда было жалко, да, что вот даже потратить, там, вот он мне давал какие-то деньги, там, на карманные расходы, мне было жалко, потому что я сразу понимала, как вот эти перелеты, да, он уже в возрасте, я очень переживала за его здоровье всегда. И поэтому, конечно, Карина, которая вот была с папой, это все-таки уверенная в себе девочка, живущая в любви. Единственное, наверное, чем я немножечко пользовалась, когда подросла, это ГИБДД, потому что, если меня останавливали и, как я считала, были несправедливы, то вот тут мне стоило только позвонить папе, он звонил своему другу, начальнику ГИБДД города Москвы. Ассенизатору? Ассенизатору, да, и реально... А он в шойгу! Да, да, да. И все решалось. Это правда. Ну а сейчас, Карина, она какая вот, папы нет? Сейчас какая она? Ну, опять же, Карина сразу после смерти папы, которая сейчас, два разных человека, потому что, пока меня жизнь не ударила по башке, я не хотела взрослеть, подсознательно, естественно. То есть я-то считала, что я распрекрасна, и все у меня круто. Вот, но последние два года моя жизнь очень сильно изменилась, и я, как говорит мой муж, очень сильно повзрослела. И я по-другому смотрю на вещи. Если раньше мы мишулины, у нас такая черта, мы эмоционалы. Но мы за справедливость. То есть папа реально страдал, вот он всегда в какие-то партсобрания там раньше, он там за кого-нибудь, шашкой. И в итоге его же предают и подставляют, и он потом, ну как, я же тебя защищал, в общем-то. Я же за тебя. Да, да, да. То есть он в этом смысле тоже вот такой был эмоциональный человек. И бабушку, бабушку вообще посадили, она сослана была в Узбекистан за свои, значит, как сказать, я по-папу всегда, а я внешне очень на бабушку похожа, папа всегда говорит, господи, не пугай меня, пожалуйста, только не будь, Анна Васильевна, потому что тебя посадят. Тебя посадят, молчи лучше, не встревай никогда, вот никуда. Вот пришла, отработала, ушла. Хотя сам, да. Хотя сам, да. В бой. В бой, вот. И если раньше во мне очень ярко была выражена эта черта, да, то есть я там чуть-чуть стоила, как бы, по моему мнению, чему-то быть несправедливым, причем не обязательно меня это касалось, да, это могло касаться моих друзей, там, знакомых, то я все, у меня планка падала, и я должна что-то доказать, значит, своя правда. Да, да, то, в общем, два года назад я поняла, что правда не нужна никому, справедливости в жизни нету. Не знаю, насколько можно говорить про законность в этой стране, но ее тоже нету, вот. И, к сожалению, правят миром либо деньги, либо блат, там, да, и так это назовем. И когда ты с этим сталкиваешься, и изначально ты, так скажем, со своей открытостью и наивностью и нежеланием убить в себе веру в людей, то есть до последнего ты, как бы, оправдываешь все, но вот чем больше ты начинаешь в это во все окунаться, и в ответ получать какие-то просто, да, нелогичные... Но тяжело жить в смысле о том, что мир несправедлив, правда, нет, закон не работает. Да, правда, да, там у тебя есть, там, тьма доказательств и так далее, но когда против тебя идет сила, с которой ты не можешь бороться, в силу того, что у тебя нету таких средств, да, и тут наступает, я говорю, у меня даже там за это время были моменты просто бежать из страны из этой, да, потому что я понимала, что, ну, как бы, я не хочу, чтобы мои дети жили вот так, да, то есть если, извините, есть конституция, в которой прописаны какие-то вещи о частной жизни, да, там, о клевете, там, еще о чем-то, да, и получается, что это все не работает, но потом, понятно, это все переживаешь, как-то понимаешь, что хорошо там, где нас нету, вот, и образно, как бы, надо все равно как-то жить, да, и просто... Ну, я так понимаю, вот, несправедливость, клевета, это ты подходишь к той истории, которая вот обрушилась на вас, как снег наглую, потому что я это прекрасно понимаю, и не только как психолог, потому что сейчас ты рассказываешь историю, где был папа, которого ты знаешь вот таким, и он был стабилен во всем, да, и 45 лет в одном театре, это тоже говорит о его характере, да, и о том, как он за вас тревожился, переживал, сомнений в том, что он любил твою маму, любил тебя, нет вообще ни в чем, вы всегда чувствовали себя любимыми, желанными, и вдруг появляется вот эта новость, что, оказывается, у него там вторая семья, что, оказывается, у тебя есть брат, я прекрасно эти понимают чувства с одной стороны, да? Ну, нет, дело же не в том, дело в том, что, как сказать, появляется не брат, появляется человек, который из ЛГБТ, и который просто пропихивает очень высокий человек с федерального канала, и человека достаточно долго готовят к этой истории, человек знает прекрасно, что он никто, но выжимками из моих интервью создает ему некую историю, просто причем иногда до, просто до запятых украдены мои слова, при этом на деле оказывается, что человек не просто не знал моего папу, а, то есть, ну, не знал со словом совсем. А, то есть, в твоем сознании, я просто не очень эту историю знаю, просто слышала там отрывки-обрывки, когда готовилась к передаче, то есть, в твоем понимании, это просто мошенник, шевелотанник. У меня есть доказательства того, что подделано ДНК, классифицировано. А, даже вот так, да, то есть, это все лучший обман. Конечно, это абсолютный лучший обман. А цель какая вообще вот эта вся история? Мальчик стал звездой, мальчик заработал 14 миллионов рублей за год. А, понятно. Он стал звездой, он сейчас играет во всех интерпризах, его знает вся страна. Ему создали слезливую историю несчастного мальчика, который жил в бараке, никому не нужно и так далее. Понятно, что у нас сердобольная страна, и пока ты не оказываешься на этом месте, кажется, что надо пожалеть его. Хотя у меня просто, знаете, когда я встаю за семью, а люди начинают поливать грязью, у меня вопрос, ну, ладно, допустим, не всем так повезло с мужьями, там, не всем так повезло, но, тем не менее, представить же можно, что ты живешь там в любви, хранишь там память человека. А вдруг к тебе в квартиру заходит тетя, которая говорит, да, ты вообще тут никто, я там любимая и так далее, вот у нас ребенок там, а ты вообще, значит, сумасшедшая идиотка. Ну, я просто хочу посмотреть на этих женщин, которые просто вот так вот скажут, ой, как здорово, что ты пришла. Нет, это все обман, никто не скажет. Нет, никто не скажет, я обман. А почему-то моя мама должна, по мнению людей, как бы мама, так далее. Нет, для твоей мамы, для твоей мамы это сильнейший удар. И я хочу просто пояснить, если кто не понимает, да, когда измены, это когда узнают. Мама не верит, не верит. Нет, она не верит, понятно, и вы не верите, это все понятно. Она же не за этого. Я вообще говорю просто. Вообще, да. Вообще, это ситуация, когда узнаем, что есть кто-то, или такая другая жизнь, или мы живем с одним человеком, вдруг узнаем, что он совсем другой человек. И это не обязательно касательно твоей семьи. А в принципе, мы сейчас рассуждаем об этом, да, у вас там своя история, вот, и вы имеете право защищать свою семью, так, как вы считаете нужным и правильным. Это ваша история. Я просто к тому, что осложняется вся эта ситуация тем, что человека нет. Да. И ты уже не можешь ни у него спросить, да, ни ему вопрос задать, ни он ничего не может ответить. И ты, как дочь, любимая дочь, чувствуешь, что ты сейчас в ответе за свою семью, и ты, как тот папа, которого нет, встаешь на защиту и пытаешься отстоять чести до сна. То есть вот твоя задача, я прекрасно понимаю. Но тут еще что? То есть изначально, просто федеральный канал немножко все вывернул, так, как им было нужно. Изначально мы встали не на, как сказать, спор о том, там, сын он биологический, не сын он, да, даже мама моя говорила, что, ну, считай себя хоть принцем датским. Мы встали против того хамства и той грязи, которая полилась в адрес нашего любимого человека, который на минуточку был урядом государственной премии, Карлсоном с Аидом, под которым до сих пор космонавты взлетают в космос до сих пор. А на всю страну, сидя, этот мальчик с улыбкой называл его педофилом, да, там говорил о том, что он девственниц лишал там девственности, что моя мама там сумасшедшая идиотка, мне аборт приписали в 15 лет, да, у меня две дочки, ну, так, на минуточку. Нет, ну, это, конечно, недопустимо. Вот, то есть нашу семью просто взяли, а только за что? Только за то, что я не захотела играть в игры канала. То есть, когда мы повелись, нас заманили нашантажом, скажу честно. То есть два месяца мы бегали от канала федерального, два месяца, после выхода статьи в журнале. В итоге нас предает наш адвокат первый, к сожалению, которая слила всю информацию к каналу, ну, в общем, это бог ей судья. Дело не в этом. Но самое страшное, что за три дня до эфира мне звонят с канала и говорят, что, ой, а ваш адвокат все подписал уже тот, типа, вы должны явиться, иначе не устойка. А у него была же доверенность вот эта вот полная. Но это не самое главное. Я, естественно, даже после этого думала никуда не ходить, но дальше они говорят следующую фразу. «Ну, смотрите, вы, конечно, можете не приходить, но мы нашли шапку типа Мишулина, и если вы не придете, он будет сыном. А вот если ты придешь, ты скажешь правду, и все как бы разрулится». То есть это вот так вот, таким образом шантажируется, на самом деле? Это ужас какой-то. Естественно, в тот момент, это сейчас, я умудренна опытом знаю, как работает ток-шоу, и кому что платят, и как кого заставляют. У меня кип аудиозаписей, где людей заставляли говорить гадости про меня, иначе, говорят, мы не выдадим вас в эфир. Вот. Соответственно, я бегу с правдой, с кипой документов, а мы до этого уже, нельзя говорить, да, правильно, ну, в общем, наняли людей, которые провели проверку. Более того, мы нашли документально подтверждение, просто мама это говорила, что после моего рождения папа переболел очень тяжелой мужской болезнью, после которой не мог иметь детей, потому что они с мамой хотели тут же родить второго, но до конца жизни у папы была ноль спермограммы, прошу прощения. Вот. То есть физически он не мог даже зачать этого, значит, человека. Более того, есть папины дневники, где зафиксировано, где он был, что он делал, с кем он был и так далее. Все по годам. У нас два мешка документов. То есть ты хочешь сказать, что канал нужен пиар и какая-то сенсация, чтобы люди смотрели рейтинги, этому молодому человеку нужен пиар, и чтобы о нем заговорили, да, то есть есть некий такой сговор вообще всех. Изначально, ну, это сплошь и рядом, как бы, да, мы все, да, не будем лукавить. 70% этих историй, они немножечко придуманные, так скажем, да, наверное, есть настоящие, но есть какие-то придуманные. Другой вопрос, что изначально, да, было так, но канал не ожидал, что мы вот так восстанем. Я очень хорошо помню, что когда на суде, мы же подали на него в суд, честь и достоинство. Да. Первому каналу у нас претензий никаких не было. То есть почему Первый канал начал войну? Ну, я так думаю, что это началось после того, как ДНК, да, после того, как в Швецию мы отправили костюмы, получили документ, что живых ДНК нету в костюме, быть не может. В мою кровь подмешана мужская, чужеродная ДНК. Полностью анализ проведен не по регламенту Российской Федерации. А самое смешное, ну, вот элементарно, пункт, я просто смеялась. Значит, шапка якобы папина. Написано, это документ, написано. Значит, в шапке не обнаружено ДНК Мишулина. Не обнаружено. При этом обнаружено на 99,9 ДНК Еремеева. При этом Мишулина Еремеев, отец и сын. Кореш, а вот если отбросим всю эту историю и предположим, предположим, да, вот, допустим, ну, можно даже другое имя взять, там какой-то Пупкин придет, да, и скажет, я вот сын. И, допустим, это была бы правда. Вот что это меняет в твоей жизни? Вот если действительно какой-то там был бы брат у тебя или сестра, неважно. Ну, если рожденный после меня, это рушит весь мой мир. То есть получается, что вот все, что ты знаешь про папу, все это получает для тебя полный обман, да? Ну, я могу сказать, что когда... И тогда обиды на кого, если предположить, что это правда? Просто я сейчас объясню. Когда мы... Ну, еще не было ДНК, то есть, более того, я могу сказать, что наш ДНК проплачен нами, его федеральным каналом проплачен. Мы приезжаем в ДНК-центр узнать, что происходит, что что-то он затягивает с результатами, и вдруг застаем там всех. Канал, адвокатов. Здрасте, а что это вы тут делаете? А что вы нас не позвали, если все честно? Ну, мне становится все понятно. Я, значит, спускаюсь вниз в машину, Ваня остается как наивный человек, веря все равно в добро. Хотя я Ване сразу говорю, все, Ваня, уходим отсюда, все понятно. Но в итоге проходит там какое-то время, и, естественно, делают его кем-то сыном. И на полчаса, наверное, или на час я поверила, не в историю, просто в сам факт. Это было за день до моего дня рождения. Лучше страшно. То есть мы сидели в машине в центре Москвы. Я не помню вообще себя. Я помню, что я пыталась броситься под машину любую. У меня муж просто вот так вот меня держал и пытался, чтобы я сидела в машине. Он говорил, а я была за рулем. А еще так сложилось, что у него нет разрешения на мою машину, он не мог ее везти. И он единственное, что он говорил, давай сейчас там у меня друг есть очень близкий. Он ему все хотел позвонить, потому что он говорит, я с ней не справлюсь. Я орала прям, нет, я не хочу никого видеть, слышать. И я говорила о том, что я и с тобой бы не буду жить, потому что, ну, я не верю больше. Ну, как я могу, я не верю в твою любовь, я не верю в тебе. Уже никому не верю, да? Я просто не хочу жить вообще. Я не понимаю, зачем, какой смысл жить тогда вообще. Зачем жить, если человек, которому ты как сам себе доверял, и это не просто иллюзии доверия, это доказано жизнью, 25 годами жизни. Вот, зачем вообще жить? И мы приехали домой, все-таки там через какое-то время. И сказали маме. Мама была просто, значит, истерика. Она говорила, что я не лягу с ним в одну могилу. Вот, но самое интересное, что муж говорит, ты знаешь, меня что поразило? Ты уходишь на третий этаж, мама на второй. Я, говорит, каждый из вас бегаю, ты, говорит, просто лежишь в одну точку, вообще не мигает, говорит, я уже думаю, жива там, не жива. Где-то час, говорит, просто лежишь, мама лежит, и вдруг, говорит, вы не сговариваете, а я просто, я уже не знаю, что с вами образно бабами делать. И вдруг, говорит, ты такая, спускаешься, я не верю, мама, я не верю. Ну, правильно, вот смотри, чисто с психологической точки зрения я тебе могу объяснить, правда это или неправда, это сработал защитный механизм. То есть полное отрицание. Я вообще не собираюсь вдаваться в подробности правда это или нет. И вообще, это твоя история, история мамы, верить в это или не верить, что бы там ни говорили. Пусть хоть весь мир против. Да, конечно, естественно. У вас есть полное право придерживаться своей точки зрения. Для вас, для тебя, папа, это был. Вот такой человек, для нее муж был. Вот такой человек. Ну, давай порассуждаем немножко абстрактно. Да, конечно. Хочу просто вот, чтобы понять, и чтобы для других было возможно понять, вот этот психологический феномен. Почему? Для одних, когда они узнают, что появляется еще какая-то родственная душа. Да? Ой, у меня брат еще, оказывается, есть. Или у меня сестра. Ведь это же часть моего папы. Или там, ну, понимаешь, да, о чем я? Воспринимают это с радостью. А для тебя это сродни, я сейчас тоже умру. И тогда все, вообще все, ничего не надо. И дети, смотри, у тебя же на тот период уже дети, правильно, и ты настолько это воспринимаешь болезненно, что ты готова была и под машину, и ничего тогда не надо. И тогда даже и дети в голове не возникли. Представляешь, до какой степени вот это вот, вот что это за чувство такое, да, это даже я не знаю, как тебе сказать. Вот почему такая разница у разных семей? Потому что если бы этот факт я узнала бы при жизни папы, от папы, я думаю, что так бы это болезненно не было. Более того, зная своего папу, а я его знаю, он бы, он мечтал о сыне всю жизнь, мечтал неистого просто. Он мне даже завещание написал, чтобы я родила ему внука Спартака Мишулина. Вот, то есть у него это была идея фикс просто. Когда я была в животе, он все думал, значит, что я мальчик, он очень хотел мальчика. И зная папу, который друзей моих кормил, друзей, отправлял в Турцию, покупал путевки вместе со мной, деньги давал, чтобы его там сын был без его фамилии, без его отчества, без денег в бараке, ну нет, это вообще не про моего папу. Соответственно, я знаю, что если бы действительно у него такое случилось, я знаю папу, более того, я знаю маму, что папа бы обязательно пришел, покаялся. Более того, он бы жил со мной, этот человек. Папа бы не позволил ему жить в бараке. Он бы его просто забрал бы у этой женщины. Ну, либо договаривался бы. А может, мы не знаем все-таки до конца, ни самих себя, ни родных своих. Нет, ну как восприятие папы? Нет, просто слишком мы часто живем. Ну как, это же не то, что папа, который приходил вечером домой, делал мне козу, читал сказку, и все, я с папой была круглосуточно. На гастролях, а на гастролях люди, ой, как проявляются. Ну да. Мы были на Одну, везде. То есть в полтора года он меня принес в театр. И я там росла. То есть я делала уроки в театре, я кушала, я на велосипеде научилась кататься в театре. Я ездила на все съемки, на все гастроли, я с четырех лет играла в спектаклях. То есть это не было просто общение. Папа, там, привет, там, ну, поцеловались. Это сколько мы разговаривали. Знала всех его женщин, да, мама по именам. Я вот знаю, что папа тоже рос без отца. Да, папа, для него это было очень болезненно, да? Да, он бы не позволил сыну быть без отца. Просто не позволил бы. Ну, не позволил бы. Ну да, я согласна. Но по той истории, что я смотрела, вроде как он и помогал, и общался, и настаивал, чтобы она отчество дала сыну, записала, что... Ну, я тоже могу рассказать, что я с конца королева. У них нет, у них поддельные документы, у них даже фотография поддельная, у них фотошоп. Ну как это, за 35 лет у вас нет ничего от Мишулина? Ну вообще ничего. Что же моих друзей общежитских всех отправлял на отдых за свой счет, а родному сыночку даже, я не знаю, там, фотографию не сделал? Ну как это, ну что за глупости-то? Ну да, много не состыковок, ладно, оставим. Ну, понятно, потом она два года работала у нас вахтершей. Ну, если она выперлась на ТВ, она за два года ни разу маме не сказала, прости, родная, а у меня сын от твоего мужа. Да и в жизни поверю. Если женщина тихонь, она с этим умрет, с этой тайной. Она ее не расскажет. А твой отец по какой причине без отца рос? Потому что мама родила без мужа. От мужчины, который был женат? Нет, 26-й год он был как потом... Ну, мы до сих пор не знаем стопроцентно, кто он. По слухам, он был... Короче, изнасиловали, по слухам. Ой, это... Поэтому она папу... Она не любила папу. Она его отдала в детский дом, его забрал дядя. У него очень тяжелая судьба. И он не сломался. То есть, понимаешь, как... Человек, который прожил то, что прожил мой отец, он остался в 13 лет один. Война. Он попал по трактор. Его переехала трава. У него ноги были в таких рытвинах до конца жизни. Он, как сказать, себя сам сформировал. То есть, он не пил до 40 лет вообще. Он, как сказать, не попадал в плохие компании. Он был безумно осторожным человеком, чему и меня, кстати, научил. У нас даже карты до сих пор запрещено в доме играть в карты. Вот так он мне вбил это в голову. Что нельзя играть в карты. Вот. То есть, он был очень... Он столько читал. Он писал. Он сам развивался. Да, безусловно. Мы очень много говорили с ним про его прошлое. Более того, он там от нас не скрывал. У него была первая жена. Да, Рим Гаврилан Солнцева. Великий педагог, к сожалению, уже ушедший из жизни. И она мне помогала поступить в театральное. То есть, он в этом смысле, как сказать, не был... Ну, как ребенок. Он вообще врать не умел. Ну, не умел врать. Вот как интересно. Тяжелая судьба. Да, и, как правило, люди с тяжелой судьбой, которые сами себя делали, да, сами становились на этом жизненном пути, у них, как правило, веселый нрав. Да. Они такие вот очень легкие. А тут два варианта. Это либо ломается человек, и как бы скурнивается. Да, либо юмор спасает. Либо остается человеком. Вот, правильно, удалось остаться человеком. Да, да, это, конечно, большой подвиг. А я очень дострашивала, как. Он говорит, понимаешь, я так хотел быть артистом, что я так боялся уйти вот с этой дорожки, да, просто боялся. Потому что понятно, что в то время было масса возможностей попасть в отвратительные компании. И просто там спиться, не знаю, и так далее. Но вот это моя цель, вот этот Чарли Чаплин, его кумир, говорит, всегда просто как путеводная звезда передо мной стоял, что я просто шел на пролом. И даже вот я помню про женщину, вот очень интересно мы с ним разговаривали, да, я говорю, пап, ну вот расскажи, как был там. Он даже, вот интересный, например, факт, когда он жил еще в общежитии, москвич, но потерял прописку, раньше так было, к сожалению, вернулся, уже жил в общежитии. Он говорит, я когда приводил женщин, я всегда включал первый концерт Чайковского. И все знали, значит, Чайковский Мишульна не трогать, у него женщина. Молодец какой. Но, он говорит, ты знаешь, я всегда был очень избирателен, я все добился сам, и я вот так просто женщину не выбирал, я боялся, а вдруг она меня все отнимет, а вдруг она сейчас залетит от меня, потом, значит, придет с приплодом. Он говорит, я в этом смысле очень аккуратный человек. То есть это мы с ним разговаривали. То есть твоя мама избранная-избранная. Он ее два года проверял. Вот, я прошу себе. Это рассказывает, что он там в 16 лет, чуть ли не ее, значит, склонил к сожительству. Он два года маму проверял. Ну да, то излучает совсем другой человек. Абсолютно. То есть он очень боялся, действительно, таких вот, более того, он, не хочу никого обидеть, но он боялся женщин без прописки московской. То есть он считал, что они не могут его... Ну это еще, как сказать, недолюбленность мамы, и он не верил женщинам. Ну конечно, здесь много причин. Он сказал, единственный раз, он говорит, я понял, что такое мама с тещей, он ее называл мамой, он ее безумно любил. Ой, редкий случай. Да, и когда бабушка умирала от онкологии, я только родилась, и он в основном был там. И когда приехала мама, врачи говорят, а вы кто? Она говорит, дочь. Как дочь? Мы думали, сын Спартак, типа, он так за ней. Ну то есть вот он... Ну да, человек, который первый, кто передала, там мама, но и маму можно понять, потому что с ней произошла такая трагедия. Но тем не менее, когда он сам ее нашел, маму уже будучи взрослым, и содержал ее, посылал деньги. Какой молодец. Нет, в этом смысле, да. Он совершал просто человеческие подвиги, и это вот хорошо, что ты рассказала. Это правда. Я совсем не знала. Ну я думаю, не только я, теперь все узнают, какой он был. Нет, он помогал, во-первых, он всю мамину родню помогал всем. Более того, когда мамин брат родной, он... Кандидат наук по химии, он такой очень умный. Но вот когда разруха вот эта началась вся, и ученые стали, никому не нужны. И он всегда, папа приезжал в гастроли, и маме говорит, это вот Володя отдай. Мама такая, ну он не возьмет, он обидится, не, не, нет. Давай, пусть у него будут деньги, сейчас ему тяжело. То есть он в этом смысле... А ты обратила внимание, сказала, какой он был и есть. Я думаю, почему я сказала есть? Ведь его же сейчас нет. И мне такая мысль пришла, вот эта оговорочка, да, как говорят, оговорочка по Фрейду. Есть, потому что вот действительно ты о нем помнишь, и делай его живо, да, и в сердцах он у вас живет. И пока мы вспоминаем и говорим, он действительно есть. Потом, знаешь, я вот перечитывала, там, например, Кристинке, он там мне сочнил песнь, она родилась, слава богу, он ее застал. Вот, это, конечно, тоже была отдельная тема. И когда он приехал ко мне в роддом, заставил выключить весь свет, ей, значит, глаза режут, ей это, не дыши на нее, уйди, значит, ее там это. Вот так ее взял, когда она заболела, ей было два месяца, она заболела бронхитом, он четыре ночи, ему было 79 лет, он четыре ночи вот так вот с ней, чтобы она не задыхалась, вот так вот ходил, никому ее просто не отдавал, плакал, вызвал какого-то профессора, чтобы ее спасали. Боже мой. Потому что там все было очень серьезно, да, он просто рыдал. Ну, это ужасно, конечно, все было. Вот, но слава богу, ее выходили. Вот, и он ей каждый день ввел дневник, и это безумно трогательно, как он ей пишет. И там есть такая глава, где он пишет, очень так трогательно, что вот мы с твоей бабушкой прожили всю свою жизнь в любви, да не то, что прожили, а проживаем, и все, что мы создали, это все мы сделали, конечно же, вместе. И все это теперь твое. Тебе не придется кланяться перед начальством, чтобы добиваться квартиру, там, она у тебя есть, там, ну, вот это все-все-все, и мои значки, это все тебе, и это все тебе, хотя сейчас они же на нас в суд подали, пытаются нас в квартиру отнять. Что на суть? Вот, на маму бедную после инсульта довели ее до инсульта, сейчас, значит, 11 миллионов у нее пытаются отжать, подкупая все экспертизы. Вот, ну, это отдельная история. И дальше песню, которую он ей посвящает, и музыку, и слова, и просто, ну, вот, ты ее читаешь, и ты понимаешь, что, ну, такое написать... Посмотри, он тогда еще, получается, то, чего боялся, да, чтобы вы ни в чем не нуждались, и все, что у вас было, не отняли. Да, это правда. И все-таки, получается, человек ушел из жизни, и это пытаются отнять. Единственное слово перед операцией, он же не умер случайно, он лег более того. Я знаю папу, у него две недели было до операции, у меня вызывал как-то без мамы, попросил приехать без мамы, что мешало ему тогда признаться. Это... Согласна с тобой. Да. При этом он мне говорит, Карин, ну, не говори маме, если со мной что-то случится, там-то, там-то, большая сумма денег, я коплю ей на юбилей. Я говорю, ты что, с ума сошел, ты выйдешь сам? Нет, Карин, вот знай просто, знай, что они спрятаны у меня там-то, там-то. И я уверена, знаю, папа, он бы сказал. Карин, прости меня. Последние минуты. Ради бога, я там такой секой, но более того, он заставил бы его поклясться, что он будет обо мне заботиться. Да мне кажется, вот как ты рассказываешь, он бы тебе мало того, что признался, мне кажется, он бы еще и сказал, пожалуйста, прими это и эти деньги поделись, и со мной что-то случится, и не обидь его, потому что он тоже для меня родной человек. 100%. Ну, вот из того, что ты рассказываешь, как-то вот логически все это выдикает, но в жизни с другой стороны не всегда бывает все логически. Ну, нет, я говорю еще раз, 35 лет врать, это надо обладать характером. Мы, я тоже не умею врать, вот у меня папин характер в этом смысле. То есть понятно, что чужие люди, возможно, если я навру, они не заметят. Но мама там, муж мой даже, вот как я папу, да, то есть он, допустим, даже по мелочи, вот он там не хотел, например, говорить там в театре что-нибудь, да, там, ну, чтобы нас не беспокоить. Ну, мы вот так сразу, сразу просто, протачок, что случилось? Ничего, ничего нет, я просто, давай рассказывай. Ну, он не мог. Ну, да, да. Есть такие люди, которые, как сказать, ну, не могут они врать. Ну, да, 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 на лице все видно. Слушай, а вот есть такой прием психологии. Самые вот невероятные истории, которые приносят боль, нужно найти что-то такое, желательно три позиции, что мы можем сказать, благодарю тебя за эту ситуацию. Вот я понимаю, может быть, сложно все это, да, в связи с тем, что произошло с мамой, вот случилось, да, вот и по здоровью, вот эти вот проблемы начались. И для тебя это была травма колоссальная, практически доведение до самоубийства. Ты же могла... Да, да, да. А был момент, когда травля началась в сетях, я думала. Вот, а за что ты, вот найди себе силы найти вот эти три, благодарю эту ситуацию за, вот за что можно ее поблагодарить? Ну, самое главное, наверное, что я повзрослела, в хорошем смысле слова. Благодарю за то, что повзрослела. Благодарю за то, что повзрослела. А еще благодарю? Благодарю за то, что, наверное, на многое стала смотреть, как бы, ну, извлекла какие-то уроки, да, то есть из этой ситуации в пользу себе. То есть я научилась контролировать свои эмоции, я научилась меньше доверять людям. Ну, быть осторожной. Быть осторожной, да. Благодарю за то, что стала осторожной. Стала осторожной, да. И третья, благодарю. Ну, не знаю, тречень пока, наверное. Ну, я думаю, ты подумаешь об этом сама, но в любом слове мне вот приходит в голову то, что ты и так не забывала о папе, но лишний раз вспомнить, какой он был замечательный, чудесный. Ну, если бы они так о нем вспоминали. Ну, не так, да. И то, что ты сейчас встала на защиту своей семьи, да, вот, можно сказать так, вместо папы, да, и доказала, что ты достойная дочка своего отца. Вот. Потому что папы нет, но ты нашла в себе силы бороться за свою семью. Так это или не так, но ты достойна. Ну, мне кажется, это не я достойна, а он такой был достойный, что я, наоборот, хотела бы пожелать всем мужчинам быть такими отцами, чтобы за них хотелось так бороться. Потому что он действительно этого достоин. Он достоин. Поэтому... Кариш, смотри, ну, мне очень хочется, чтобы ты проделала сейчас это упражнение. Вот. Сядь, пожалуйста, вот так, чтобы тебе было удобно. Я попрошу сейчас тебя закрыть глаза. Вот этот стульчик, да, вот зафиксирую в своем сознании. Маленькое предисловие, что когда человек уходит от нас, всегда есть некое сожаление, что вот хотела что-то сказать и не успела. Есть такое? Или бывают моменты, когда очень сложно, и хотелось кричать, папочка, подскажи, или папочка, обереги. Но он не снится, кстати. Он тебе снится, я это прекрасно понимаю. И какой-то, вот какой-то разговор все равно происходит. Но вот это желание, чтобы, ну, вот еще чуть-чуть, да, ну, вот еще вот хоть на секундочку сказать то самое главное. И всегда кажется, что те слова, которые были произнесены до того, они недостаточно вот хороши, что ли, да. Хочется сказать что-то большее. Вот сейчас закрой глаза, и вот этот стульчик, который ты видела, представь сейчас, что рядом с тобой, на этом стульчике сидит твой папа. Он рядом с тобой, и он сейчас здесь. Прям чутко-четко представь своего папу. И он сидит и смотрит на тебя, смотрит на свою маленькую девочку, на свою корешу, которую он любит больше всего на свете, любил и любит до сих пор. Кореш, скажи ему, что ты хочешь сказать? Он сейчас тебя услышит. То самое, что ты хотела сказать, но не успела. Ну просто, что, что, чтобы кто не говорил, чтобы кто не думал, я всегда говорю так, мы простим их, они не поведают, что говорят и что творят, потому что они совсем тебя не знали. И если бы они хоть полчасика с тобой пообщались, они бы поняли какое-то солнце, какой ты открытый, добрый и всем помогающий человек, который в ущерб себе всегда творит добро, совершенно бескорыстно. Кореш, а сейчас папа тебя услышал, и он тебе сейчас отвечает. И ты сейчас услышишь, что он тебе отвечает. И ты можешь не произносить это вслух, потому что это только для его маленькой девочки-кореши. А еще он подошел к тебе, крепко-крепко обнял. И ему так хочется покормить тебя супом и покачать на коленках. Сейчас он это сделать не сможет, но очень крепко-крепко тебя обнял и сказал, я тебя очень люблю, моя доченька. Ты самая лучшая. Спасибо, что ты есть моя девочка. И я всегда с тобой. Открывай глазки, моя хорошая. Довела тебя противный апрель до слез. Но это хорошие слезы. Спасибо, Каря, что ты пришла, что ты рассказала про своего замечательного папу. И мне очень хочется, чтобы таких историй было больше. Чтобы на самом деле те трудности, которые тебе предстояло испытать в этой жизни, а может быть еще предстоят, но ты к ним готова. Потому что то, что ты купалась в любви и знала отцовскую любовь, это и дает тебе силы преодолеть все те сложности, которые в жизни встречаются на твоем пути. А прожить жизнь без сучка и задоринки не удается никому. И не удавалось. Но у тебя было это детство, хорошая основа. И ты переживешь, и мама, все-все невзгоды. И я искренне тебе этого желаю. Спасибо огромное. Спасибо. С вами была Светлана Прелли, замечательная актриса Карина Мишулина. Карина Мишулина. Карина Мишулина. Субтитры создавал DimaTorzok